не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристёгивайся садись поудобнее и мы начинаем вдумайтесь в это хорошо снова быть с вами в этот замечательный июльский уикенд я так счастлив что вы смогли прийти сюда если мы вы только знали кто есть если вы вы поняли кем и чем вы на самом деле являетесь кто вы есть прямо сейчас кем вы всегда были там все фейерверки показались бы вам ничем если бы вы поняли вашу истинную природу то все боги и богини поклонялись бы вам отдавали бы вам дань уважение преклонялись бы перед вами приходили бы к вам на помощь кришна вишну шива бунда иисус мухаммед и все святые существовавшие на протяжении веков приходили бы чтобы поклониться вам когда вы понимаете что вы есть истинный я вечная истинная абсолютная реальность тогда вы понимаете что все эти вещи богини и боги приходят из вашего ума вы единственный все и все являются частью вас если вы не понимаете своей божественной природы то вы думаете что вы это хрупкое человеческое существо и поклоняетесь многим богам и богиням отдаете дань уважения святым и мудрецам но если вы понимаете кто вы есть то все меняется вы становитесь все проникающими бесконечными как небо вы это вселенная вы есть то что было всегда не верьте тому что мир говорит вам тому что пишут в газетах тому что показывает по телевизору отделите себя от всего этого станьте свободными от привязанности мир сам по себе не хорош и не плох это видимость вы можете играть во вселенной вы можете страдать во вселенной все таково каким вы его видите не реагируйте на то какие вы переживаете времена хорошие или плохие и те и другие обманут вас смотрите на ваши истинные я вы это одно все что ощущается чувствами это от ума но нет никакого ума ум никогда не существовал поэтому кто вы нет таких слов чтобы описать кто вы ибо если бы я использовал слова чтобы описать это то это было бы не то вы за пределами слов и мыслей вы превыше богов и боги вы за пределами всего и каждого вы за пределами всего того о чем вы могли бы когда-либо подумать любите себя если вы любите себя то вы любите всю вселенную не думайте о мире всех его проявлениях думайте об истинном я единственной реальности чистом осознавании сад чита нанди вы есть то вы свободны забудьте о прошлом она никогда не существовало она не может повредить вам забудьте о карме самскарах самсаре все эти вещи от ума и помните что ум не существует вы и так свободны и вы такие яркие сияющие однако что вы думаете о себе чем вы считаете себя вдумайтесь в это посмотрите на все прошедшие годы когда вы смотрели на себя как на человека проходящего через переживания в духовной жизни вас учили что несколько жизней сотни и тысячи жизней вы должны страдать отрабатывая свою карму проходя через многочисленные переживания однако для кого существует карма для кого существует страдание для кого существует мир только для ума которого нет вы можете сами прийти к выводу что нет ума что ума никогда не было никогда не будет и как по вашему кто же тогда страдает никто все хорошо нет никаких ошибок вы находитесь в нужном для вас месте прямо сейчас когда я говорю что вы находитесь в правильном для вас месте не думайте о том кем вы кажетесь богатыми или бедными больными или здоровыми грустными или счастливыми это не ваше правильное место в правильное место это безграничное пространство осознавание без предпочтений вы этом бог которого всегда искали вы всегда искали вы только вы этой мудрец и святой это пробужденное существо которым вы стремились стать вы есть вам прямо сейчас это ваше правильное место и нет никаких других мест тем не менее вы говорите что возникает мир возникает обстоятельства возникает ситуации я вновь спрашиваю вас для кого они возникают для вашего так называемого века для вашего ума но на самом деле у вас нет ни огня ума поэтому ничего не возникает сказано что брахман проявляется как мир бог проявляется как мир но чего мы брахман бог хотел бы проявляться как мир истина в том что есть только брахман абсолютная реальность мира не существует тем не менее вы говорите я каждый день испытываю переживание мир как можете вы заявлять что мира нет чтобы понять это вы должны вернуться переживанию сновидения если вы пребываете в сновидении не важно хорошее оно или плохое то для вас оно является реальностью поскольку оно задевает вас сновидение каким бы она ни было это ваша реальность если кто-то в вашем сне скажет вам что это нереальный мир то вы не согласитесь с ним вы скажете это точно реально здесь я испытываю массу переживаний я женюсь здесь вся моя семья тут сотни гостей здесь происходит большой прием как можете выговорить мне что это сон я даже ущипнул вас и докажу вам что это не сон однако это щипок в сновидении все это сон и хотя вы верите в это но вы просыпаетесь из сновидении исчезает вопрос в том откуда оно взялось изначально куда оно ушло было ли оно вне вас оно не было вне вас если бы оно было вне вас то у вас были бы сложности состоящие в том что нужно было справляться с миром сновидения но сновидение исходит из вашего ума кажется что это ваше творение если же оно было бы реальным творением то она не исчезала бы она не исчезала бы когда вы просыпаетесь а теперь возьмите этот мир большинство присутствующих здесь стали поспорить со мной вы бы говорили мне мир реален потому что я вижу его я чувствую его я переживаю определенные вещи однако то же самое вы делаете в вашем сне тут нет никакой разницы вы бы спорили со мной находясь здесь точно так же как вы бы спорили со мной пребывая в сновидении вы можете прямо сейчас подойти и ущипнуть меня я бы чувствовал это но это все часть сновидения поэтому вы должны выпорышать внутри себя если мир сновидения это сон если реальный мир это тоже сон то кто же тогда я откуда я взялся кто я на этот вопрос нет ответа ибо ответом является только переживание ответ на такой вопрос это пробуждение ответ это освобождение ответ этой реализации конечный ум не может понять этого поэтому все слова которые мы используем бесполезны все мои разговоры это пустая трата времени все что я говорю это бессмыслица потому что вы просто слушаете слова что хорошего могу слова сделать для вас когда я закончу вы уйдете отсюда вернетесь домой и продолжите жить как вы жили всегда его либо скажете хорошая была лекция его я не верю ни одному слову из того что он сказал но где вы тогда окажетесь на том же месте в той же старой мая играю в свои игры проходя через ваше постоянное обычное переживание говоря это хорошо это плохо это правильно это неправильно это мне нравится а это я ненавижу этого я боюсь этого я не боюсь и вы будете нести на своих плечах время всех ваших предрассудков всех ваших жизненных неприятностей и всех вещей этого мира некоторые из вас верят в то что вы должны принести покой в этот мир и поэтому вы будете вступать в различные организации которые борются за мир в какой-то степени это похвально но принести покой в этот мир практически невозможно вы не можете этого сделать кто-нибудь когда-нибудь принес покой в этот мир вы можете принести покой в этот мир только через пробуждение когда вы пробудитесь то вы увидите что вы истинный я вселенной весь мир это ваша проекция именно вы вызвали появление бездомных бесчеловечности человека по отношению к человеку и всевозможные отвратительные вещи происходящие в этом мире откуда вы они еще взялись если не из вас в противном случае они вы просто не появились но помните что нет ничего внешнего все что происходит является частью вас вы единственный найдите ваше истинное я посмотрите на ваше истинное я погружайтесь в себя все глубже и глубже погружаясь глубоко в себя попытайтесь понять кто вы не смотрите на людей не смотрите на вселенная не смотрите на вещи смотрите на ваши истинные я только вы можете знать себя никто не может по-настоящему помочь вам в конечном счете вы должны полностью прекратить реагировать на этот мир не имеет значения наслаждайтесь его в этом мире или у вас есть проблемы в мире вы должны смотреть на это как на сон как на нечто кажущийся полностью сдайтесь как вы сдаетесь вы сдаетесь путем отпускания отпуская все понятия отпуская все идеи отпуская все убеждения отпуская все ваши предрассудки все ваши эмоции просто бросьте все это если вы сумеете сделать это то все ваши садханы все ваши медитации все молитвы больше не будут нужны кому вы молитесь что дает вам медитация если это делает ваш ум тихим и спокойным то это хорошо однако если вы просто пробудитесь к своей истинной природе к вашей сварупе если вы живете одним мгновением спонтанно если вы придерживаетесь истины истина бытия я есть брахман я есть абсолютная реальность я есть нирвана я есть то то не будет никакой необходимости медитации не будет никакой необходимости в молитве не будет никакой необходимости ни в чем вдумайтесь в это вы никогда не были тем чем кажетесь небо кажется синим но путем исследования вы узнаете что нет ни неба не синевы веревка выглядит как змея путем исследования вы понимаете что нет никакой змеи это только веревка кажется что мир же есть вода путем исследования вы узнаете что там нет никакой воды таким же образом вы кажетесь телом вы кажетесь смертными но при исследовании вы обнаруживаете что вы не тело чтобы не смертный вы превыше смерти вы превыше всего о чем вы можете только подумать вы за пределами всех понятий всех идей следовательно лучшее поведение для вас это безмолвие абсолютно нечего обсуждать на самом деле не о чем думать не о чем думать не о чем спорить в безмолвии вам все откроется все что вам действительно нужно сделать это лишь пребывать в покое я знаю что для некоторых из вас это совсем непросто и вы болтали всю свою жизнь тем не менее если бы вы научились молчать у вас был бы огромный духовный прогресс почувствуйте спокойствие внутри вас как только вышел начинает думать остановите его поймайте его положите ему конец многие из вас все еще думают что вы пришли сюда чтобы слушать лекции бесед позвольте мне спросить сколько лекций вы посетили сколько бесед прослушали за всю вашу жизнь и что это дало вам это просто приводит к еще большей путанице всегда помните что вам нужно сделать вам не нужно добавлять еще больше знаний к вашему невежеству вы пытаетесь опустошить себя от всех ваших знаний от всего вашего невежества от всего того что вы накопили вам нужно стать пустыми тем не менее кажется что большинство людей идут к разным учителям читает много книг и они добавляют они продолжают добавлять 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 и добавлять однако вашей жизни должен наступить день когда вы пристанете обнаженными перед богом и у вас не будет костылей на которые вы сможете опереться у вас больше нет книг у вас больше нет учителей поэтому с вами нет никого кого могли бы попросить о помощи нет никого чтобы спросить на правильном ли пути вы находитесь именно тогда всерьез начинается ваша садхана подумайте над этим хорошенько ваша садхана ваша духовная практика начинается не тогда когда вы посещаете многих учителей читаете много книг на самом деле она начинается тогда когда вы бросаете все реальная садхана начинается тогда когда вы ради освобождения сдали все что могли когда вы опустошили себя от всех знаний от всех желаний ваша духовная жизнь начинается только тогда когда вы стали пустой оболочкой до этого момента вы просто играли в игры с самими собой мы с вами знаем многих людей которые могут цитировать писание вдоль и поперек они способны цитировать что угодно такие люди представляют собой ходячую энциклопедию но разве у них есть мог же разве у них есть освобождение какое может быть освобождение если вы переполнены всяким мусором если вам не кому обратиться если у вас нечего читать то вы начнете обращаться внутри себя вы начнете вопрошать внутри себя кто должен читать все эти книги кто должен идти ко всем этим учителям кто должен просить других людей о помощь кто я что является источником этого я что такое я помните что вы спрашиваете себя обо всем этом откуда я пришел где был до того как родился куда я уйду после так называемой смерти какова цель жизни все эти ответы находятся внутри вас однако среди вас есть те очень немногие люди которые достаточно искренние чтобы полностью отпустить все мы боимся сделать это мы считаем что если мы отпустим то превратимся в овощи что мы потеряем своих друзей свои семьи что мы станем совершенно бесполезными ничто не может быть дальше от истины ваши истина и я это вообще никакая не вещь настоящий вы это не что я использую термин не что для того чтобы показать что это не есть что-то не что вы приходите из ничего и вы вернетесь в не что абсолютное не что есть ваша истинная природа радуйтесь вдумайтесь в это теперь мы будем играть в игру под названием поставь гору в тупик я думаю у нас есть в корзинке написаны вопросы я забыл пустить корзину по кругу ученики отдает роберта вопрос спасибо мои читает вопросы роберт на них отвечает только один вопрос роберт и так почему вы используете слово отказываетесь говоря до тех пор пока вы отказываетесь пробудиться мне отказ представляется преднамеренным действием а никто из нас не делает это сознательно и преднамеренно это семантическое понятие какое имеет значение какие слова я использую отказываетесь и не хотите это все одно и то же на самом деле я имею ввиду что вам больше нравится играть в игры мира привязанностей чем отпускать вот о чем я говорю когда использую слово отказаться у вас есть выбор вообще-то это единственный выбор который вас действительно есть все остальное предрешено у вас есть выбора сдаться отпустить и погрузиться глубоко в истины и я или не делать этого играть мирские игры втягиваясь в дела связанные с вещами местами и людьми выбор за вами поэтому время от времени я говорю почему вы отказываетесь отпустить почему вы отказываетесь стать просветленными и вы говорите я не отказываюсь стать просветленным но посмотрите на свою жизнь посмотрите во что вы вовлечены посмотрите к чему вы привязаны посмотрите как вы привязаны к этому миру мая во что касающиеся мира людей мест и вещей вы действительно верить поэтому вы отказываетесь отпустить еще раз речь идет только о том что вы все отпускаете они добавляете что-то себе вам не нужно больше никаких впечатлений вам нужно освободиться от переживаний стать полностью пустыми и чистыми и когда вы сделаете это тогда вы будете свободны а это другой вопрос и это не вопрос роберт я думаю что кто-то просто положил несколько таких записок в корзину тут сказано и я понимаю что все все за исключением ничто это ничто я понимаю это своим сердцем хорошо в корзине есть еще несколько таких записок и это из транскрипта и это красивый транскрипт он да вы положили их туда фред да да верно это фред положил их если вы хотите задать вопрос то не стесняйтесь не стесняйтесь можете что-нибудь рассказать можете даже пошуметь а роберт не могли бы вы рассказать про медитацию я есть и про то как человек узнает готов ли он к этому медитации и есть подходим для всех на самом деле вы никак не должны быть к ней готовы эта штука очень проста в использовании вы расслабляетесь сдаете своем истинному я просто отпуская и наблюдаю ум вы начинаете практиковать медитацию випассана течение непродолжительного времени вы наблюдаете свой ум свои мысли свои чувства свои эмоции вы просто смотрите и затем вы задаете себе вопрос кто наблюдает кто свидетельствует и вы отвечаете я вы вдыхаете и говорите я выдыхаете и говорите есть это успокаивает ум делает вас очень спокойными позволяет вам перейти к следующему этапу делает вас однонаправленными это очень мощная медитация это для тех людей которые хотят медитировать для любой медитации нужен объект это может быть святой мудрец гуру цветок гора травинка или пламя свечи для медитации всегда требуется предмет или объект однако высшей формой медитации является медитация есть потому что я есть это первое имя бога я есть то что я есть соответственно когда вы практикуете медитацию я есть то становитесь очень тихими и и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране